всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена как-то однажды в своем видео и видео это тег анкета из ссср автор этого тега маргарита герасимова там было очень много вопросов и когда я сняла это видео там был один вопрос ваши хобби какие у вас есть хобби и вот тогда я в этом теге рассказала что моё конечно же основное хобби как вы знаете это вязание кто давно со мной кто смотрел этот тег вы знаете также что я говорила что помимо вязания я очень люблю рисовать но здесь хочу поправиться дело в том что рисовать как художник я не умею так как я не заканчивала никакой художественной школы никаких курсов ничего но я умею и могу хорошо срисовать и меня этому научил в детстве мой дедушка я не помню как давно это было сколько было мне лет тогда я не могу сейчас точно сказать может быть 6 может быть 7 может быть 5 но я помню себя еще маленькой и вот мой дедушка наверное многие из вас тоже вспомнят когда-то давно в ссср были спичечные коробки и на спичечном коробке цена была одна копейка на спичечном коробке была кремлевская звезда так вот это был мой самый первый рисунок который дедушка мне сказал срисовать и показал мне и научил меня это был мой первый рисунок который я самостоятельно выполнила карандашом затем дедушка приносил открытки вы знаете были такие новогодние открытки где мишки там сидели допустим да какие-то елочные игрушки красивые и вот он меня учил срисовывать он учил меня повторять формы он учил меня эти формы увеличивать или уменьшать располагать их правильно на листе бумаги тогда я рисовала просто на бумаге карандашом он учил меня правильному расположению тени правильному расположению штриха или заштриховки если вот надо было что-то заштриховать да значит дедушка мне рассказывал что штриховать нужно только в одну сторону выбрать направление в одну сторону делать штрихи вот в общем всяким тонкостям каким он знал он научил меня сам дедушка мой тоже не был художником я даже не знаю откуда он это все знал ну он был такой человек что я не знаю он много чего умел как-то наверное в то время так вот было нужно что люди умели все своими руками или не все но очень-очень много и так я хочу показать вам и рассказать вам так как после этого видео очень многие меня хвалили очень многие хвалили мои картины но на самом деле хочу сказать что если меня сейчас смотрят художники или люди с художественным образованием я попрошу вас пожалуйста не судите меня строго не забрасывайте меня тапочками потому что я знаю что я не художник я только учусь просто хочу показать вам как я это делаю какие материалы я использую итак давайте начнем самое главное где я беру темы для рисунков ну вот как вы видите эту вот такую вот небольшую репродукцию я позаимствовала на время у своей подруги потому что хочу вот эту туфельку перерисовать это маленькая композиция как вы видите здесь буквально 15 наверное на 15 сантиметров я же хочу это увеличить и нарисовать 20 на 30 почему я покажу вам у меня есть уже серия туфель кстати автор этих ну вот туфлей этой серии инна панасенко она родом из краснодарского края и на данный момент она проживает в германии откуда я это узнала как вы видите у меня на столе лежит вот такой каталог когда я стала серьезно заниматься рисунками я пошла в специализированный магазин и увидела там вот такой каталог это за 2007 год это очень большая и очень тяжелая книга это очень тяжелая книга я приобрела этот каталог стоил он на тот момент 70 евро я знаю что они выходят каждый год вы можете задать название и можете задать например 2018 2017 год и так далее да и в этом каталоге публикуются художники вот у меня здесь и возможные закладки а потом вам все покажу и также этот каталог делится на разные темы то есть тем здесь очень много вот как вы видите да есть темы связанные с культурой с цветами и с людьми абстракция пейзажи допустим цветы дети люди ну и так далее и так далее очень много и здесь вот пожалуйста все эти разделы и также в каждом разделе здесь вот например какие-то картины какого-то одного художника и вот здесь вот сбоку написано ну краткая биография художника автора а вот этих картин и здесь можно прочитать и ознакомиться с этим и вот когда я рисовала серию вот этих туфлей которые я вам сейчас покажу я конечно же прочла что автор это инна панасенко и прочла ее краткую биографию я смотрела в этом каталоге различные различные вот техники здесь есть шпахтельная техника здесь разные техники есть как я уже сказала и разные виды всех этих пейзажей рисунков работ и так далее конечно же я так как не училась художественной школе я не могу рисовать все я просто не умею да поэтому я выбираю какие-то допустим моменты рассматриваю их и потом думаю смогу ли я это выполнить самая сложная техника ну считается одной из сложных техник это техника акварель этой техники владеют не все даже не все художники как бы могут похвастаться что владеют отлично этой техникой вот я вообще акварель не могу я даже не пыталась потому что я знаю что это очень очень сложно это действительно сможет не каждый да вот потом еще есть ну конечно же маслом техника акриловыми красками также как я сказала есть еще техника шпахтельная есть техника airbrush вот это например сделана airbrush техника вот это специальная нужна мастерская для этого и специальный аппарат он такой как пулевизатор распылитель вот этот например тоже в технике airbrush сделана вот то есть есть очень многие техники наверное даже столько много которые я даже не знаю как они называются но в любом случае я всегда смотрю этот каталог я вдохновляюсь еще раз повторюсь я выбираю для себя чьи-то работы одного из художников и конечно же смотрю по сложности вообще смогла бы я повторить это или нет то есть здесь ну разнообразие всего да то есть можно выбрать на любой вкус есть очень выдержанные какие-то работы есть в стиле экспрессионизма ну то есть на любой вкус в общем я купила вот такой вот каталог и я вдохновляюсь вдохновляюсь так как эта книга очень тяжелая и достаточно сложно мне срисовывать именно вот с книги ее держатель чтобы она была передо мной то что мне нужно конкретно я просто вырезала эти вот видите вот эти листки из каталога и складывала их вот в такую папочку вот Инна Панасенко вот она вот про нее все написано и вот ее серия туфлей кстати их очень много это вот серия 2007 года если вы зададите в гугле в поисковик Инна Панасенко там вам высветится посмотреть фотографии вы посмотрите фотографии там очень большая у нее серия именно вот этих туфлей я же нарисовала эти четыре туфельки и сейчас я вам их покажу не нарисовала извиняюсь срисовала и сейчас я вам вот хочу показать вам эти картины как вы видите это акрил как я уже говорила да и вот 20 на 30 потом я холст в раму и вот это висит в коридоре значит все это я делала акрилом вот черный это у меня гуашь самое сложное было это вот этот вот нарисовать этого человечка потому что я тренировалась сначала на бумаге потом я его нарисовала здесь очень легко карандашом потом я это все прорисовала черным цветом и все же я думала как же мне сделать тень как же мне оттенить и я просто напросто взяла и сверху вот здесь затушевала простым карандашом и получился вот такой оттенок вот такая тень то есть это вот одна туфелька здесь кстати вы знаете я не только акрилом здесь делала выполняла вот эту работу я также использовала здесь вот где каблук у него такой эффект был как будто стеклянного каблучка как будто такого порцеланового и я красками не могла добиться этого поэтому я купила специальные такие мелки масляные и вот этими масляными мелками потом поверху уже вот этого полотна я вот так растирала это все руками а вот каблук тоже не так просто было сделать так как он видите как стеклянный вроде бы просвечивался и должно немножечко просвечиваться дно на картине я просто напросто вот это вот выполнила фломастером вот такие точки и получается что как будто просвечивается вот так дно это одна работа вторая работа висит тут же рядом это вот тоже самое туфелька вот такая красивая сложно было конечно выполнить все эти теневые вот здесь вот штрихи кое-где я даже подрабатывала просто простым карандашом уже по сухому полотну по сухой краске и опять же этот вот мужчина но здесь уже с открытым зонтиком он и точно так же сначала рисовала на бумаге тренировалась потом перерисовывала сюда карандашом уже и простым карандашом делала вот эти вот блики тени сейчас покажу вам еще две другие картины вот две другие работы тоже висят в коридоре поэтому вот смотрите как у меня получилось это такие же размеры вот эти в общем четыре работы я повторила я их срисовала и здесь сам вот еще каблук я точно так же видите здесь оттеняла вот таким специальным перламутровым мелком а потом вот сам каблук я покрывала таким ну специальным покрытием немножечко таким как бы серебристым блестящим таким другую же туфельку я вот так выполнила если поближе и здесь мне пришлось ну немножечко в несколько слоев накладывать краску потому что как видите здесь контуры должны быть размытые я не могла долго этого добиться поэтому я ждала пока краска подсохнет потом я кисть макала опять в краску ждала пока она немножко на кисти подсохнет и потом старалась легко вот так вот эту подсохшую краску растереть минус в акриле тот что если вы будете работать мокрым акрилом и когда он начинает подсыхать он начинает скатываться вот точно так же этот мужчина вот как вы видите в плаще с сигарой а здесь он вот читает газету вот это я газету уже все остальное я дорабатывала просто простым карандашом по другому я к сожалению не не умею не додумалась как сделать в общем сделала вот так еще одна работа вот у меня выполнена тоже размер 20 на 30 это тоже акрил это вот такая саванна кения здесь в принципе сам фон был не сложный потому что я просто широкой кистью нанесла оранжевый цвет с тюбика и добавила немножко белым растерла широкой кистью и ждала пока это все высохнет здесь же я сделала красный с черным а потом здесь дорабатывала желтый и красный самое сложное было конечно вот эти вот посмотрите тени от деревьев от этих баобабов да на саванне и самое сложное было уже вот здесь растушевка вот этих контуров у меня так и не получилось на отлично это выполнить я покажу вам оригинал у меня все-таки контуры здесь довольно грубые я считаю но к сожалению по другому у меня не получилось вот сама саванна у меня получилось больше здесь вот как-то растушевать ее да а вот именно где дерево не совсем сейчас я покажу вам оригинал посмотрите пожалуйста вот это оригинал этой саванны как вы видите эта работа эта картина она разделена на три части и здесь как бы интенсивные цвета а в середине они более светлые но я конечно это не смогла выполнить это не в моих силах было и как вы видите вот сами вот эти вот баобабы эти деревья да они видите вот выполнены сзади более светлый тон был и они такие более такие пушистые и не такие грубые контуры как это получилось у меня еще также в одном из своих видео я показывала вот такую картину которую я выполнила в размере 60 на 80 и подарила в подарок на 60-летие своей свекрови ссылку на это видео я оставлю в инфобоксе это как раз когда мы были в отпуске в Словении как вы видите это вот картина она выполнена в технике такой знаете старого полотна когда вот на полотне видны трещинки и все остальное конечно это я думаю что картина сделана маслом я же маслом не умею вообще рисовать и наносить вообще для масла нужна специальная мастерская так как это естественно запах и от масляных красок очень сильный и также после этого кисти нужно мыть специальным раствором растворителем или бензином чтобы они оставались мягкими и в домашних условиях это очень сложно выполнить так как нужно специальное помещение с хорошей вентиляцией и масло минус масло конечно же что оно очень долго сохнет даже я слышала в передаче где-то в одной я не помню то ли галилео то ли какая-то другая передача что ученые вроде бы сказали что до самого конца на сто процентов масло все равно не высыхает не важно сколько ему лет ну я не знаю насколько это действительно достоверно вот что слышала то я как говорится вот знаю попыталась я тоже повторить единственное да у меня тоже здесь контуры вот эти вот все размытые не совсем получились так как здесь но приблизила я на максимум который смогла добиться в своей работе и поэтому моя свекровь очень была довольна что я ей сделала такой подарок она потом заказывала специально раму и сейчас это работа моя работа висит в словении в доме у моих свекрови и свекра что еще хочу вам показать еще я делала для моей дочери вот такие вот работы я выполнила это тоже акрила я делала вот эти три работы я вам их тоже покажу вот эта работа была самая сложная рисование вот нужно было мне сделать вот этот помпон вот этот эффект именно вот такого меха это было сложновато но потом как-то я смогла приблизиться к оригиналу вот а здесь сложно было вот именно тень и добиться того чтобы вот сделать так работу выполнить так чтобы перенести максимально приближенно к оригиналу именно вот эту вот пудреницу именно вот что она такая пушистая и воздушная я покажу вам тоже эти картины потом они до сих пор у нас в доме также очень много работ я выполнила которых у меня с собой нет но у меня есть фотографии например вот такую работу я выполняла но это сфотографировано со вспышкой поэтому здесь вот такое пятно на самом деле фон черный вот и вот такие вот вкрапления как бы тычинки это маки я тоже выполнила эту работу в размере 20 на 30 и подарила одну своей маме а вторую своей подруге Кате в Краснодаре еще я вы знаете мне многие тоже спрашивали откуда я вот беру как бы ну вот не только с этого каталога я вообще вот если вижу где-то какие-то вот вот это вот простой обычный каталог мебели и тут вот я например увидела вот такую красивую вот вы видите картину мне очень понравилось и я думаю что когда-то я смогу ее возможно ну не на сто процентов но как получится повторить почему показываю вам тоже вот такой лист из каталога потому что у меня есть две картины которые я тоже увидела в одном из просто какого-то мебельного вот каталога даже тут уже лист склеился у меня и я эти картины перерисовала я сейчас вам их покажу то есть это вот такие маленькие картины две я перерисовала их для своего интерьера они очень подходят под мой интерьер в зале сейчас я вам их покажу вот посмотрите пожалуйста я выполнила эту работу это размер по-моему либо сорок на пятьдесят либо пятьдесят на шестьдесят я сейчас точно не вспомню вот так я смогла перерисовать вот эту вот одну картину вот она у меня висит с одной стороны в зале вот на стене как вы видите да и с другой стороны у меня висит вторая картина она другая да вот вы видите что она сделана по-другому здесь другое растение другие листья и другая ваза вот эти две картины они у меня вот так вот располагаются в зале видите на большой стене вот так и очень подходят к интерьеру ну изначально как вы вот видите да я увидела вот на этом маленьком вот таком листике да и просто перерисовала сначала конечно же я делаю эскиз карандашом на полотне а потом уже идут вход краски причем вот эти картины вы знаете когда я выполняла вот это все выполнено акриловыми красками вот эти все фоны это все было вот здесь я не знала как круг сделать я нашла большое блюдо большую тарелку положила вот так вот ее обвела и у меня получился здесь круг потом один тон я сделала темно-серым добавила белую краску и уже здесь сделала серым и делала две картины одновременно чтобы цвета были одинаковые потому что если один раз краску развели и потом разводить ее второй раз можно в тон не попасть а вот это внизу я сначала выполнила карандашом все потом закрашивала здесь краской а контур я чтобы он прям был от и до ровный я потом просто обводила черным фломастером ну естественно внутри я делала тонкой кисточкой белой краской ну вот так у меня получилось также я еще выполнила вот такие вот такую работу выполнила я тоже ее два раза один раз я подарила эти две работы вот видите это такая как бы картина с продолжением я не знаю как они правильно называются кто знает напишите мне пожалуйста в комментариях вот и одну я подарила Кате в Краснодаре я такой сделала подарок ей очень понравилось а вторую я подарила брату моего мужа его жена очень любит маки и когда она узнала что я могу выполнить для нее такую работу она попросила меня это сделать я выполнила эти две картины размером вот 50 на 50 ну это естественно акрилом тоже и я собираю вот разные вы знаете мне попадаются очень часто вот такие вот красивые открытки вообще больше всего мне нравится рисовать цветы потому что они у меня лучше всего получаются вот я вот смотрю на такие вот разные открытки какие-то с цветами я покупаю смотрю да вот что-то мне очень нравится такое интересное я приобретаю просто для себя и как бы не то что я буду так рисовать ну просто вот возможно для вдохновения вот видите это тоже какой-то каталог мебели и здесь я увидела вот такую интересную картину с цветами и тоже для себя просто оставила также я еще делала вот такую работу это была довольно сложная работа у меня ее нет потому что одна подарена моей маме а вторая подарена Кате которая живет в Краснодаре вот и это я просто сделала фотографию это фотография моей работы вот здесь можно посмотреть это это я считаю на мой взгляд вот мне лично было сложнее всего выполнить вот эту работу потому что здесь очень много оттенков которых я не могла добиться просто красками и в этой работе у меня использовано все и краски акриловые и гуашь и фломастеры и карандаши и мелки в общем все как я могла я здесь вот видите оттеняла затеняла штриховала добивалась всех этих переходов оттенков вот но могу сказать что настолько насколько эта картина сложна была по выполнению настолько она мне и самая любимая можно так сказать потому что вот очень красиво здесь выполнен вот этот цветок ириса и самые любимые это конечно же туфельки поэтому я хочу как я уже показала вам выполнить вот такую следующую работу и делаю я это сейчас осторожно я это все отодвину просто в сторону и покажу вам дальше чем я работаю то есть где я беру свои идеи вдохновения вы уже поняли так как я не умею рисовать я не могу из головы просто какую-то взять идею поэтому я это все срисовываю и нахожу это либо на просторах интернета либо беру вот в этом каталоге либо где-то еще выполняю я свои работы на вот таких холстах это уже загрунтованные холсты я покупаю в специализированном магазине магазин называется вот это сеть магазинов профессиональных не только для художников там практически все для людей творческих и вы можете задать в поисковике www.bosnrde и высветится сеть магазинов они практически эти магазины в каждом крупном городе при желании вы можете если вы живете в Германии вы можете этот магазин посетить есть ли такие магазины в России я не знаю не могу вам сказать итак я иду в магазин и покупаю вот такие холсты это жесткий холст это вот такая 4-х миллиметровая фанера и на ней нанесен холст уже загрунтованный холст который из тонкой мешковины и он уже загрунтован я не могу к сожалению рисовать на мягких холстах я пробовала но у меня плохо получается мне не нравится поэтому я беру все-таки жесткие холсты они есть разного размера вот это например 30х30 вот такие холсты я беру тоже в этом же магазине здесь уже вот загрунтована мешковина видите вот она ну как нанесена здесь на холст и вот здесь написано как этот холст называется и написан размер то есть я может быть это как-то по-другому называется но для меня это загрунтованный холст вот на них я работаю они есть разного размера от маленьких до больших я выбираю конечно же тот размер который мне нужен покупаю и потом я начинаю делать эскиз набросок сначала карандашом то есть вот я начну перерисовывать эту туфлю я буду брать вот такой размер чтобы он соответствовал моим предыдущим работам этих туфлей которые я уже выполнила и естественно самое главное я буду теперь размещать форму то есть я буду смотреть чтобы это было все естественно на холсте равномерно расположено и конечно же сначала это будут все контуры я буду повторять все контуры карандашом все контуры какие здесь есть кроме брызг брызги это будет уже потом как-то в свободном полете наверное а все остальные ровные контуры которые здесь есть вот эта туфелька вот эта рюмка элемента это все я буду выполнять карандашом в последнюю очередь будет конечно же опять этот мужчина и в последнюю очередь когда уже будет полностью нарисовано и разукрашена эта вся форма перерисована мною я буду уже тогда делать здесь белый фон это уже будет в конце ну и потом по фону вот эти вот капли когда уже будет выполнена вся форма этого башмачка этой красивой туфельки тогда уже конечно я буду все делать красками но я уже сейчас знаю что вот эту тень я не смогу выполнить красками это скорее всего я буду затушевывать просто простым карандашом здесь конечно тонкий контур тоже я кистью не нанесу так ровно это будет скорее всего сначала ну как эскиз простым карандашом а потом поверху фломастером ну и здесь для яркости возможно тоже какие-то контуры будут выполнены фломастером теперь я хочу показать вам еще материалы с которыми я работаю кроме холста естественно это вот такие я покупаю акриловые краски я даже не буду их вытаскивать потому что здесь очень много у меня у меня вот такой вот по высоте такой специальный ящичек эти краски акриловые все кроме вот этой это гуашь черная гуашь вот кстати вот черная именно очень хорошая гуашь именно не акрил а гуашь далее я покупала вот такие большие тюбики от фирмы лукас вот разных цветов здесь хотя все краски можно смешать но так как я не владею всеми этими секретами опытом у такого опыта у меня нету и поэтому я не всегда все цвета могу смешать если мне определенный какой-то цвет нужен то я просто иду и покупаю вот это например у меня еще вообще новый тюбик видите даже не открытый вот то есть срезается здесь крышечка и потом надевая надевается колпачок это же краска у меня видите совершенно новая и также я купила еще вы знаете вот это вот очень хорошая вещь мне она очень нравится это такой бесцветный блеск который можно наносить вот на работу на свою и я использовала вот этот блеск вот в своих картинах и именно этим блеском я покрывала туфли и они конечно же выделяются на фоне общей картины вот эти туфли они прям выделяются за счет того что вот нанесен вот этот бесцветный блеск также я покупаю от фирмы лукас вот такие обычные краски акриловые уже в тюбиках они кстати очень хорошие очень качественные я не могу сейчас вам точно сказать какая цена у тюбика может быть 2 евро может быть 3 евро 2 с половиной я не помню точно вот ну можно посмотреть в интернете вот фирма это лукас называется как я уже сказала и у меня здесь этой фирмы вот этих тюбиков я не знаю сколько наверное штук 20 штук 30 наверное ну очень много всех цветов я очень очень довольна этой фирмой очень хорошее качество акрила и так же как я говорила кое-что я выполняю еще вот ну как доделываю дорабатываю мелками я вот покупала вот такие вот мелки это масляные видите вот здесь написано эль эль пастель это значит ну это масляные мелки и они тоже разных цветов вот их я тоже покупала они есть матовые какими-то определенными цветами есть с блеском вот например я покупала вот вот такой вот перламутровый мелок видите вот ну все что мне как говорится не дано сделать моим опытом моим мастерством чего я не могу добиться я потом уже дорабатываю всевозможными разными способами я понимаю конечно что это все непрофессионально но по-другому я не умею довольна тем что умею хотя бы так и могу своими работами порадовать своих родных своих близких и своих друзей также помимо красок этих которые я использую я приобрела для себя вот такой ластик он очень большой да вот это вот видите стирательная резинка она очень большая приобрела я специально ее большую почему потому что именно на загрунтованном вот холсте жестком она очень быстро стирается понимаете поэтому нет смысла покупать маленькую я уже один раз купила большую и мне ее вот сколько я уже и пользуюсь и она видите тут практически еще можно сказать почти новая также помимо этого я приобрела естественно кисти и приобрела вот такие шпатели ну у нас это шпахтель называется на немецком хотя я не пробовала никогда в этой технике выполнять какие-то работы но мне бы очень хотелось попробовать это тоже техника не из легких скажем так да ну пока видите я еще ими ими не работала и не пробовала это тоже я покупала в профессиональном магазине также я приобрела кисти вот сейчас я вам их покажу они у меня вот здесь стоят все в банке но здесь так вот не видно значит вот эта широкая кисть она очень удобная она с коротким волокном это натуральное волокно здесь довольно жесткая вот эта вот кисть она хорошо держит форму и вот именно этой кистью когда я делала работу выполняла вот работу с саванной про которую я говорила я вот брала как раз холст вот так вот его естественно я разделила немножечко визуально здесь я прям выдавила прям из тюбика оранжевый цвет сверху пару капель сделала белым и прям вот этой кистью от начала до конца просто вот так проводила краску один раз второй раз третий потом смотрела как бы какие мазки мне надо было делать как и что и за счет этого у меня получились вот такие разводы оранжевые с белыми такое вот небо получилось вот фон такой я наношу вот именно такой кистью всю остальную работу я выполняю кистями фирмы разных фирм здесь вы знаете какие-то у меня кисти вот например вот так называется это искусственное волокно но они именно очень хороши вот для работ с акрилом именно вот искусственное волокно у меня конечно разные цвета разные размеры кистей плоские круглые вот ну также вот есть такие с тупым кончиком есть более с закругленным есть более такие с оскошенным то есть разные но это все кисти не натуральные это все кисти с искусственным волокном по-моему это капроновое волокно я сейчас точно не буду утверждать кто художник вы знаете конечно все материалы вот эти вот кисти тоже которые я вам показала я все приобретала вот в этом магазине не фокусируется вот сейчас бёсенер вот этот и кисти разные они есть более толстые есть более тонкие более нежные есть с коротким вот волокном например да есть более длинным есть вот такие вот прям совсем тоненькие ну то есть разные конечно же сразу после того как я выполнила какую-то работу я сразу эти кисти мою но тем не менее некоторые уже пришли в негодность и нужно их заменить купить новые сколько стоят кисти не могу вам сказать я уже честно говоря забыла разные цены есть от двух до пяти до десяти и до двадцати евро конечно же зависит от того какое волокно вы покупаете знаете синтетическим волокном кисти дешевле с натуральным волокном кисти дороже почему я не использую кисть не с натуральным волокном потому что вот смотрите когда я делаю работу акрилом натуральное волокно она вот так распушается и очень сложно мне лично так как я не художник да мне сложно добиться какой-то формы именно вот такой кистью которая вот так распушается а когда кисть из синтетического волокна видите сколько бы я ей не работала она сохраняет свою форму она остается такой же тонкой и такой же гладкой и ей можно выполнить очень легко любые контуры да или например более такой вот нежной тонкой кистью поэтому я предпочитаю именно вот в работе с акрилом вот такие вот более кисточки именно вот которые из синтетического волокна не из натурального также я пользуюсь вот такими вот фломастерами я купила вот такие фломастеры тоже в этом же магазине они с очень такими вот видите тонкими наконечниками такими вот очень хорошо прорисовывать какие-то контуры какие-то формы единственное бывает вот эти яркие цвета если наносить их на акрил то они иногда начинают расплываться на акриле это небольшой минус поэтому очень нужно осторожно с ними работать но всяком случае мне да конечно же кто художник тут это все может легко сделать красками и не нужно ничего дорисовать подрисовать фломастерами ну в моем случае это так и еще у меня есть тончайшая кисточка которая тоже иногда я даже наверное вы не увидите этот волосок даже не знаю как его показать но это тончайший волосок это даже тоньше волосок чем тем которым вы подрили женщины подрисовывают стрелки то есть это я не знаю он наверное в длину 1 миллиметр если а в толщину даже затрудняюсь сказать вот вы видите его как бы не так хорошо видно вот такая вот тоненькая 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 кисточка ну вот в принципе все мои материалы вот все чем я работаю я поделилась с вами рассказала так как недавно мы также разговаривали с таней вы знаете да у нас была встреча в краснодаре мы все гостили у маргариты герасимовой три дня встреча вязалочек маргариту наверное многие знают кто впервые на моем канале я оставлю ссылки на все каналы девочек также анюта из испании и была еще танечка ее канал называется волшебный клубок она тоже живет в краснодаре и вот татьяна очень интересовалась всем этим и просила меня поподробно рассказать все поэтому мне пришла такая идея что я сниму видео подробно все расскажу и покажу и я думаю что не только таня а многим из вас тоже будет интересно чем же я занимаюсь и как я все это делаю я буду очень рада если кому-то моя информация была полезной но буду очень рада если я кого-то этим видео вдохновила но в общем-то смысл именно моего видео был такой что я хотела поделиться с вами информации где я беру вдохновение где я беру идеи для своих работ для своих рисунков чтобы их срисовать и каким материалом я пользуюсь пишите свои комментарии мне будет интересно напишите мне в комментариях какие у вас еще хобби кроме вязания что вы любите делать кроме вязания я признаюсь вам честно что у меня на рисование практически последнее время совершенно нет времени так как все мое свободное время занимает вязание и последнее наверное года три я совсем не рисовала ничего не срисовывала но меня все время это в голове все время хочу это сделать поэтому я сейчас для себя просто решила что я буду один день недели именно выделять для этого моего хобби для этого творчества и неважно какой это будет день это будет просто один день недели где я не буду вязать а все свое свободное время я буду что-то пытаться срисовать так как я хочу сделать серию подарков серию картин и также я хочу нарисовать две туфельки красную и белую которые очень понравились также моей подружки и не ти щенка ссылку на ее инстаграм я также оставлю в инфобоксе вы можете ознакомиться с работами прекрасными и не она замечательно вяжет мы давно с ней знакомы я об этом говорю тоже своим самом первом видео давайте познакомимся поэтому мне есть чем заняться помимо вязания нужно еще также сдерживать свои обещания и обещала и не что я выполню для нее эти работы поэтому как я уже и сказала один день неделю буду выделять еще и этому хобби также хочу показать вам еще одну картину мою самую самую первую работу с акрилом вот хочу показать вам самую мою первую работу которая у меня была выполнена акрилом это я срисовывала картину боб роса наверное вы знаете этого художника очень многим из вас он известен и я вот взяла вот такую вот одну картину и попыталась перерисовать я конечно не вопрос понятно и как и никогда им не стану но мне очень хотелось выполнить эту картину вот такой пейзаж мне захотелось выполнить я попыталась конечно же повторить все линии формы получилось это у меня не особенно особенно ну как вы видите так не получились у меня вот эти елки ели которые сбоку идут по бокам да то есть они у меня прям бесконечно ввысь подымаются как то так получилось ну в общем и в целом конечно же первый блин комом поэтому получилось так как получилось очень сложно мне было выполнить вот эти все разводы видите снега снежных сугробов даже не настолько было сложно выполнить вот этот фон реки воды насколько было сложно выполнить вот эти сугробы вот этот снег и получилось так что вы знаете краска конечно наносилась несколько слоев здесь и вот минус акрила в том что Когда он начинает подсыхать или он еще недостаточно высох, если наносить другой слой краски, он скатывается. И вот здесь даже полотно, если рукой потрогать, в этом месте полотно неровное, так как я пыталась здесь скрыть свои недостатки, свои работы. И получилось, конечно, несколько слоев. Вот эти уже засохшие деревья, как вы видите, я делала уже просто простым карандашом, так как краской или кисточкой я бы это не смогла выполнить так тонко. Потом вот эти вот все разводы от сугробов, вот этот весь мороз, это было сложновато. И вот это вот тоже снежная пыль наверху, это уже полусухой кистью, вот так вот я выполняла. Ну а здесь как-то вот у меня эти ели какие-то такие нереально смешные и огромные получились, ну и такие нереально фиолетовые от мороза посинели. Вот, ну посмеемся вместе над моей работой, что ж поделать. Вот здесь тоже вот сухие ветки уже были выполнены простым карандашом. Также хочу еще вам показать вот такие работы, я тоже выполнила их. Это хибискусы, это вот такие две картины. Я их тоже самое сделала акрилом, большим размером, 50 на 60 и подарила маме в подарок. Потом в конце видео вы увидите фотографии всех моих работ, я покажу вам. А сейчас хочу показать еще, я выполняла также одну работу тюльпаны, которую я тоже перерисовывала с этого каталога. Я, к сожалению, сейчас не смогла найти оригинал. Но я знаю, что эти картины были выполнены в оригинале в технике Airbrush, так как у меня нет ни аппарата, ни этой техникой я не владею. Я попыталась сделать что-то по-своему. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите, я еще срисовывала. Вот такие две картины. Это тюльпаны. В оригинале было, конечно, совсем по-другому. Это все, к сожалению, я сейчас не смогла найти оригинал. Если я найду, я потом вставлю фотографию. В оригинале в технике Airbrush это было совсем другими цветами выполнено. Очень-очень светло-нежно-зеленым. Но вот именно сами тюльпаны я попыталась повторить, насколько это было возможно, именно такими, какими они были в оригинале. Здесь, конечно же, все у меня было. И краски, и карандаши, и фломастеры, и все-все. Вот так у меня получилось. И эти две картины висят на противоположной стене в зале. Вот, как вы видите, здесь тоже листва такая размытая, просто как с зеленым фоном сделано. А вот тюльпаны крупным планом и с переходами такими фоновыми всех оттенков, всех цветов. Вот таким образом. Все это я вот так вот выполняла. И сейчас покажу вам еще картины в комнате дочери. Поднялась в комнату дочери. И хочу показать вам. Вот здесь у меня выполнена работа. Это размер 30х30. Вот как раз эта пудреница, про которую я говорила. Дочерица, что именно вот такой воздушной, пушистой, было очень сложно ее выполнить. Но я старалась, как могла. И вот что у меня получилось. Дочка осталась довольна и захотела эти картины иметь в своей комнате. Другая работа. Вот это как раз-таки туфелька, про которую я говорила. И вот этот меховой помпончик, да. Такой украшающий этот башмачок, который мне сложно было нарисовать за счет того, что он должен именно передавать эффект вот этого пуха. Что вот он такой пушистый, да. Поэтому я взяла очень-очень тонкую кисточку, такой веер. Есть такая кисточка тонкая, она в виде веера прям так выполнена. И вот я ее, значит, макала в краску. Сначала я сделала фон здесь. И потом в розовую краску я ее макала. Вот так немножко обтирала, даже немножечко на листе бумаги. И когда она была полу такая подсохшая, я вот именно с середины, вот таким образом, вот такими штрихами, я выполняла вот эти все пушки. А потом, когда высох этот розовый цвет, я точно так же сделала с белым цветом. И с середины к краю просто вот так вот слегка вела эту кисть, чтобы получился вот как раз-таки, ну вот такой пушок. Ну, конечно, не фонтан, но как есть, так есть. Главное, дочь была довольна, ей понравилось. И теперь это вот в ее комнате мои работы. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за то, что досмотрели видео до конца, были со мной. Спасибо вам за ваши комментарии добрые, за ваше внимание. На этом свое видео я хочу закончить. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения, вдохновения, всего самого-самого наилучшего. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!